Артур, как истинный патриот, решил разрисовать свой портрет. Добрый вечер, любители спорта, с вами Арчи Гуд, это мой Волл Джудо Влог. Сегодня 29 августа и это пятый день чемпионата мира по дзюдо. Усталость и недосыпание уже дают о себе знать, а желание работать и помогать не истекает. Сегодня женщины боролись в весе до 70-78 килограммов. В полфинал пробилась наша россиянка Алена Кочаровская. Она боролась с монголкой, которая за 4 секунды до конца поединка вывихнула ей локоть. Можно было бы, конечно, и проиграть намеренно, чтобы здоровая монголка поборолась за медали. Алена решила продолжать. Получилось в итоге ни себе, ни людям. Но шанс выступать на чемпионате мира дается, возможно, раз в жизни, и поэтому я поддерживаю выбор Алены. Она реально претендовала на золото, но, увы, травма оставила ее лишь на пятом месте. Выздоравливай, Алены. Мы заходим в музей трактора. В перерыве между женскими и мужскими схватками мы заглянули в музей трактора, познакомились с его работником и встретили славянских борцов. Как их назвать? Ну, из МАТа или нет? Из Ночкоманы. Из Ночкоманы. СССР. Здравствуйте. У меня видеоблог. Скажите что-нибудь, пару слов о тракторе, там, не знаю, о чем-нибудь. Привет, передайте. Скажите впечатление о чемпионате. Что ж ты? Я говорю, привет болельщикому трактору. У нас был съем на хоккейе 13 сентября, а во время чемпионата у нас повывало очень много гостей, в том числе иностранцев, и всем очень понравилось. И наконец, в африканские страны узнали, что такое хоккей, что такое хоккейная команда трактора. Да, вы здесь всегда у нас открыто, и вы работаете здесь, наверное, да? Да, я работаю, я сотрудник музея, трактора клуба трактора Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна, хорошо, спасибо большое. Три, четыре... Подождите, нет, 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 сейчас. Словения любит трактор. Ладно, теперь сюда смотрите, не сюда, а сюда. Словения любит трактор. Здоровые хоккейные руки, да? Нифига это? Ни намного. Это реальные руки их? Подождите. Дай я свою руку. Надо только шидать, мне все страшно. О, да, мне еще расти и расти. Это... А где овечкина рука? Я сильно на него похож просто, и... А, он же не в тракторе. Вот я тупой. Наш клуб самый-самый. Иц-чемпион прошлого года. Правильно? Иц-чемпион прошлого года. Вице-чемпион. 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 После Динамо, конечно. Украинская ленточка. О, спасибо за сезон. Он. Мусор что-то там. Трактор. А телефон оставленный? Нет. А где еще листочки? Как я? О, телефон. Иван. Самое главное. Артур, не жалея своих сил и портфеля, разрисовывает его в цвета российского триколора. Как истинный патриот. Как истинный патриот. Не жалея сил и сувенирной продукции для волонтеров. А мне было жалко, скажу честно. Я тоже патриот. Какая красота. Просто нереальная вообще. Зато вот три флага России, три патриота. Я, Надежда, которая снимает видео, и Мария. Я белая. Артур синий. А Маша красная. Страстная. Красная и страстная. Может тебе на щеку сделать? Нет. Мужчины сегодня боролись в весе до 90 килограммов. И Россию представляли Кирилла Вопросов и Кирилл Денисов. Последний родом из Челябинска. У него тут много фан-клубов. Дети мечтают быть похожими на него. Болеете за Денисова? Да. Кирилла. Правильно? Да. Да. Вы джейсты? Да. Можете передать привет ему. Скажите, что хотите. Короче, Кирилл Денисов, удачи, привет. Побед еще. Молодых лицевых мест. И чтоб ты в Вастане тоже выиграл. А вы в Вастану-то поедете, нет? Да. Вы, в общем, хотите быть похожими на Денисова, правильно? Ну, молодцы. На Мансура Исаева. На Мансура Исаева тоже. Ну все, давайте. Удачи вам. Наши ребята уверенно дошли до финальных схватов. Да. У-у-у-у. Да. На небольшие ошибки свели их в борьбе за бронзу. Из-за небольшой травмы Денисов не стал выходить на татами, и бронзу автоматически присудили Кириллу Вопросову. Ну и в заключении я покажу вам видео из парка дзюдо, которое, на мой взгляд, полностью отражает настроение сегодняшнего дня. Да. Вот красивые глаза. Это линзы? Прикольно. Всем удачи! Скоро выйдет седьмой выпуск. Ждите, смотрите, подписывайтесь, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну и все. Давайте. Пока. Вы дзеисты? Молодцы. Да. Страшно.